В Ярославле пройдет главная масленица страны с ее непременными атрибутами. Карнавальным шествием, песнями, плясками, хороводами, веселыми конкурсами, румяными блинами и обжорными рядами. На сайте мэрии появилась подробная программа праздника. Прибудет к нам и главная госпожа масленица Надежда Бабкина. Ей доверили высокую миссию подписать соглашение о мире и сотрудничестве с главным Дедом Морозом, который прибудет из Устюга. Все шире масленичный круг. Городские власти хотят перекрыть количество людей, побывавших на Ярославской масленице. В прошлом году праздничные мероприятия посетили 270 тысяч человек. И в этом году будет что посмотреть. В сквере на Андропово у часовни Александра Невского откроется уже ставшая традиционная выставка под открытым небом масленичных кукол. Всего их будет 160. Многие из них столь хороши, что достойны быть музейными экспонатами. Поэтому сжигать такую красоту рука не поднимется. Но традицию нарушать не будут. Большое чучело масленицы сожгут под занавес праздника на Даманском. Будет также Надежда Георгиевна Бабкина. Самый главный Дед Мороз в России из Устюга приедет. И они будут подписывать соглашение между собой. Главная государственная масленица и главный Дед Мороз. Также будет открыта резиденция государственной масленицы. Это на революционной 14. Там будет небольшой такой музей. На масленицу к нам приедут и гости из-за рубежа. Из германского города Ханау прибудет целый духовой оркестр в составе 18 человек. Также ожидаются гости из финского города Побратима Ювязкуля. Кроме того, впервые состоится телемост в Ярославле-Лондон, посвященный масленице. Вот организовано масленичное питание, или как это назвать-то. Блины, шашлыки, но безалкогольные. Соответственно, как положено соблюдение всех наших законодательств, федерального закона. И 17 числа грандиозный концерт на Советской площади. Там будет тоже всем, я думаю, интересно. Нам важен этот бренд для того, чтобы продвигать территорию нашего города, чтобы наш город стал известен не только в России, но и за рубежом. И, кстати, пользуется спросом путевки именно на главную масленицу страны в городе Ярославль. В рамках карнавальных мероприятий от сквера за Волковским театром до Советской площади пройдет карнавальное шествие. В нем может принять участие любой желающий. Будет много конкурсов и состязаний, в том числе на лучший костюм и на лучшую чистую. Праздник задуман как безалкогольный. Даже пьяную медовуку продавать не будут. Масленицу хотят сделать семейным праздником, на который должны приходить и взрослые, и дети. Сегодня всех позвал на масленицу и мэр Ярославля. Уважаемые жители города Ярославля и гости нашего города, приглашаю вас на масленицу, которая традиционно пройдет в марте месяце с 10 по 17 число. В каждом районе города вы найдете для себя что-то интересное. Саму программу вы можете увидеть на официальном сайте нашего города ctr.ru. Надеюсь, что этот праздник придаст вам новые прекрасные настроения и мира в семье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!